Мы говорим с вами сегодня о том, что есть три типа судьбы. Есть, ну, тяжелая судьба имеется в виду, потому что мы не изучаем простую, оно нам не интересно. Мы изучаем тяжелую судьбу. Есть три типа тяжелой судьбы. Первый тип, нормальный более-менее, это когда тяжелая судьба, просто живем вместе, все нормально. Жесткая судьба, дистанция, нельзя уже приближаться к человеку, разрушите семью. А жестокая судьба, это даже совсем другое, это обычно люди всегда нацелены на сохранение отношений. Но если приходит жестокая судьба, не надо думать об отношениях. Вот муж, допустим, бросил тебя и изменил. Вот если он ушел просто так, никуда, это жесткая судьба, это не жестокая. Жестокая, это когда беспредел. И в жесткой судьбе нужно чуть расстояние и молиться, пытаться быть вместе в сердце. Вот это ваше действие, понимаете? Надо работать над собой и в сердце пытаться быть ближе, ждать, когда она закончится. Она закончится через полгода. Соответственно, через полгода у вас начнется сближение. Ну, где-то через пять месяцев точнее. Ну, чтобы вы поняли, насколько я разбираюсь, я вам скажу, синхронизируется, так сказать. Вот эта судьба тяжелая действует. Вот в полной степени 11 месяцев уже действует. И еще осталось пять. Потом будет легче. Вот 11 месяцев назад было тяжеловато, но это была не жестокая судьба, не жесткая судьба, а просто тяжелая. Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал YouTube. Поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми, потому что таким образом вы поможете мне в распространении знаний по всему миру. Поступки человека однозначно вещь серьезная и надо следить за собой, что ты делаешь. Жизнь в померанг к тому ведется. Что отдаете, то и вернется. То, что посеешь, то и пожнешь. Ложью пробьется. Ваша же ложь. Каждый поступок имеет значение. Только прощая, получишь прощение. Вы отдаете. Вам отдают. Вы предаете. Вас предают. Вы обижаете. Вас убежают. Вы уважаете. Вас уважают. Жизнь в померанг. Все весят по заслугам. Черные мысли вернутся не другом. Светлые мысли божественным светом. Если не думал. Подумай об этом. И так, есть законы, да? Допустим, нельзя бросать близкого человека. Это закон. Исключение есть, нет исключения. Надо всегда быть вместе и пытаться, но иногда невозможно, потому что человек принял решение. Он не хочет с тобой жить. Но даже несмотря на то, что он принял решение, ты должен пытаться быть вместе, потому что это решение можно еще поменять иногда. Но если ничего не меняется, ты в срок себе поставил, то жестокая судьба действует. Потом ставишь точку. Но когда действует жестокая судьба, главное, это не сохранить семью, а сохранить себя. Как определить, допустим, между вами жесткая судьба? Тебя будет ломать близкий человек или нет? Нет, он просто с тобой не может вместе быть. У тебя так и говорит, нам что-то не получается нам поговорить с тобой. А жестокая судьба, когда действует, ломает. Будет тебя человек? Будет. Будет тебя уничтожать. Будет на зло делать. Будет тебе звонить, а мне вот с новой тёлкой хорошо. Не то, что с тобой, скотина. А ты его ждешь при этом у человека. И поэтому, когда действует жестокая судьба, первое правило какое? Действует тяжелая судьба, надо быть вместе, любить, прощать, терпеть. Жесткая судьба на расстоянии, пытаться быть самодостаточным. Жесткая судьба, учись зависеть от трех сил, которые всегда дают счастье. Какие три силы дают счастье всегда человеку? Природа, добрые люди, не все люди, добрые люди. И третья сила? Бог. Три силы, которые всегда тебя не подведут, не обманут. А какие силы обманывают? Те, через которые действует судьба. Через природу судьба действует? Нет. Если ты ее любишь, она тебе только помогает будет в жизни. Если не любишь, это твои проблемы. Судьба действует через природу, если ты ее не любишь. Боишься. Боишься ветра, получишь от ветра болезнь. Боишься солнца, от солнца получишь. Боишься земли, от земли получишь. Боишься от воды, от воды получишь. Природа, если ты ее любишь, не боишься, принимаешь. На ветер вышел тебе хорошо на ветру? Нет. Ветер полезный? Да. Почему тебе не хорошо на ветру? Потому что он лечит. А лечение это включение. А ты не хочешь включаться. Мы никогда не хотим включаться. На солнце вышел, оно тебя жарит. Что оно тебе? Включает на лечение? Включайся. Прими солнце, привыкай к нему. Тебе плохо? Тошнит на нем? Токсины лезут на руки. Если будешь учиться на солнце быть, все токсины пролечатся. И оно будет тебе приятно. И это значит, что у тебя уже все нормально. Но врачи говорят, на солнце нельзя. То надо тогда взорвать землю. Потому что вся земля на солнце. От солнца жизни пришла на эту землю. Птички поют, когда солнце восходит. Солнце дает нам жизнь. Ра дасть. Ра означает солнце, переводит с древнего. А дасть означает дарить. Солнце радует. Дает радость. Или красавица. Красная девять. Что значит красная? Значает солнечная. Красная девять девушка. Красная. Красная. Значит солнечная. Среди девушки солнца не хватает. Она будет красивой, нет? Нет. Красивая означает впитывает солнце и отдает. Радость берет, отдает. Мужчина, что вот мужская радость, как она проявляется? Что такое мужская радость? Это благословение силы. Вот мужчина радуется, значит тебе будет лучше в жизни. Тебе будет больше силы. Удача придет лучше. А женщина радуется, чем она благословляет? Любовью благословляет. Если ты ее радость принял, значит у тебя любовь в жизни будет. Женщина радуется, дарит любовь. Мужчина радуется, дарит силу, оптимизм. Так? Но откуда радость берется у женщины и мужчины? От солнца. Слушай, а если тебе врач сказал, что солнце бредно, ты будешь от солнца радость получать? У тебя на солнце запрет, значит ты бредной станешь. Сначала будешь предприниматься, а потом станешь краснокожей. Потому что солнце начнет тебе арендовать. Да? А как солнечный удар? Солнечный удар это выброс токсинов. Вот ты солнце не любил, не ходишь на солнце. Токсины копятся. Токсины очищаются только солнцем. Токсины копятся. Ты солнца не любишь, на солнце не ходишь. Чепочку одеваешь. Токсины копятся. Дальше что будет? Пройдет пару лет, токсины накопились, вышел на солнце. И резко они вышли в кровь. И у тебя сразу и оморок. На солнце ходишь, вот я на улице работаю. У меня очень сильные токсины начинают на солнце. Спасибо. Я тоже токсины выполнил. Да. Ну это почетче. Я когда в Израиль приезжаю, я сначала в воду захожу и стою на солнце с закрытыми глазами, валюсь. Каждый день по 2-3 психических слоя солнцем очищу. Где-то 25 минут при таком достаточно ярком солнце один слой очищается психически. Если солнце такое совсем не чувствуется, то где-то 35-40 минут она очищает слой. Это зимнее солнце в Сочи. А если, допустим, солнце летнее, то оно и 20 минут. 20 минут очищения – это уже слишком сильное солнце. Если стоишь, у тебя признак сильное, слишком сильное, у тебя напрягается голова так. Это значит, что тебе уже перебор. Это слишком сильное солнце при тебе. И если на солнце стоишь на воде с закрытыми глазами и чувствуешь нормально, то, допустим, 25 минут один слой психический. Можно каждый день по одному слою чистить. Потом один слой прочистил. Стоит 50. Ходи уже. Может, без воды уже. Просто гуляй без головного бора на солнце. Первый слой будешь чувствовать легко. Потом на втором 30 минут прошло, чувствуешь уже что-то тяжелее. Второй слой пролечивается. Потом ты научишься 50 минут гулять без проблем. Потом третий слой лечить. Я, когда уезжаю из Израиля, за месяц я уже бегаю на солнце. На открытом. По пять слоев нахожусь на солнце и вообще никаких проблем. А приезжаю, на солнце начинаю стоять и так мутит немножко. Ну, то есть, ты к нему привыкаешь, на нём хорошо потом становится и ты. Это значит, что у тебя оптимизм в организме очень сильный. У тебя нет токсинов в организме. Значит, ты на солнце находишься и легко. И точно так же, когда ты солнцем прочистился, ты потом можешь поститься. В 12 часов поста один слой прочищается. Когда человек постится, то он включает энергию солнца. Поэтому надо пить воду сначала, когда постишься, чтобы остывать. Потому что пост, он включает энергию солнца внутренне. Это солнечное питание. Когда человек постит, солнце его кормит. Солнечное питание лечит токсины. Убирает всё ненужное в организме. Пост на воде. А когда человек очистил свои психические слои, можно тогда и без воды поститься. И нормально будет. Ну то есть, солнце заходит в тебя. И перегрузки нет. А бывают люди, ну, холодные по природе. И им тогда тяжело на воде поститься, потому что они сильно переохлаждаются. И тогда им сразу сухой пост подходит. Но такие люди легко так же и на солнце находятся, и не пригревают. А если тяжелое голодание отойдёт? Значит токсинов много в организме. Те пытаются всё-таки и прямо... Всё, значит много токсинов. Поднись. Нет, надо ещё понять, что все аскезы надо делать по очереди. То есть сначала надо статическое напряжение убрать. Оно жар даёт в теле. Убрать, значит, статическое напряжение убрать. Потом динамическое напряжение убрать. А потом только пост. Когда у человека есть статическое напряжение, он начинает поститься и у него плохо сразу, значит статическое напряжение надо убирать. Подвижное положение тела и вода. Потом, если человек постится, и у него сосёт и всё крутит, это значит, что у него динамическое напряжение. Ему надо длительное движение делать, а только потом постится уже. Поэтому нужна последовательность страхи. Итак, мы говорим о судьбе, да? Есть тяжёлая судьба. Она бывает тяжёлая, жёсткая, жестокая. Разное поведение всегда. Не выбрал правильное поведение, солярий, твои проблемы. Там какая судьба пришла? Тяжёлая просто. Она не вызывает скандалов. Просто немножко терпения. Судьба пришла, ничего не сделать. Судьба зашёл. Это судьба. Это тяжёлая судьба. Если жёсткая пришла, он бы начал не так делать. Он бы начал. She crazy like a fool about any girl. И пошло попланировано. И никто не остановится. И вся. Выглядите свою шарманку. Это жёсткая судьба. А жестокая судьба, если бы пришла, зашёл бы человек, говорит, лекция закончена. Вы получили запрет об администрации города. Это жестокая судьба. Как в Минске сейчас они. Там собрали 500 человек. Вот этот следующий у меня год. Минск должен был. И там жестокая судьба. У них разрешение на каждую лекцию надо брать. Они сначала разрешили, потом передумали администрацию. Там, наверное, зависит сильно от того, с кем поговорил. Ну, всякие факторы для этого. Ну, может, какая-то ещё серьёзная причина, если не знаю. Но передумали. Посмотрим. Молимся. Пытаемся как-то что-то сделать. Судьба может же недолго длиться. Жестокая. Прошла. И всё. У меня был в одном городе. В какой-то случай три раза два зала отменяли. Как бы, в месяц раз, на третий зал нам разрешили. Три раза отменяли зал до начала лекции. Потом проверили. Жестокая судьба. Что надо делать? Зал искать. Надо себя сохранить. Жестокая судьба. Не ломай себя. Будь спокойным. Допустим, начальник приходит и говорит. Ты уволен. Какая судьба жестокая. Что надо делать? Пытаться вернуться на работе? Остаться на работе надо быстро пытаться? Пытаться. Надо пытаться сохранить себя. Вот если ты сохранил себя, ты можешь к начальнику прийти и по-доброму с ним поговорить, и он тебя оставит. А если не оставит, значит, такова судьба. Значит, что-то лучшее тебе Господь приготовил. Но если ты сразу повернулся и ушел, значит, ты не умеешь с судьбой жестокой обращаться. Жесткая судьба. Если ты не можешь к начальнику приблиться, он тебя не любит. Ну, не приближайся. Работай на расстоянии. А если тяжелая судьба, значит, тяжелее просто стало. Надо любить, прощать, терпеть. Разобрались? Три вида судьбы. Что делать? Вы все равно будете делать не так, как надо. Когда придет жестокая судьба, все равно будете лезть друг к другу. Меня муж бросил, Олег Геннадьевич, что делать? Лекцию слушал? Слушал. Все равно не знаю, что делать. Надо сохранить себя. Если с работы жестокая судьба. А? Если с работы жестокая судьба. Ну, не с начальником, а с бизнесом. Ну, что? Ну, вот почему вы думаете, что жестокая? Она вас ломает? Что, у вас рейдерский захват? Там, что? Налоговая инспекция пришла, всех покрошила? Нет, ну, человек не может пройти в операцию. А, не может пройти работу. Это может быть жесткая судьба. И что делать надо все, что нужно? Жесткая судьба побеждается самодостаточностью. Человек должен почувствовать себя самодостаточным в жизни. И потом дальше он уже ее может побеждать. Чем больше он будет искать работу, лезть туда к работе, тем меньше шансов найти. А если он как бы научится самодостаточным быть? А жестокая судьба, это когда человека депортируют. Вот у меня Игорек пытался приехать, его 9 часов продержали, там учили и отправили. Это жестокая судьба. А если лидерский захват? И что он, чем занимался Игорев, он слушал мои лекции, он пытался сохранить себя. Он вел себя спокойно и как бы расстались по-доброму. Лидерский дропа тоже себя надо пытаться сохранить. Ну, продержишь и молишься, и в храм ходишь. Да, там последовательность такая. Сначала сохранил себя, потом защищайся. Вот если у тебя психика нормально работает, все дальше. Жестокая судьба – это война. А если человек, кого-то бывший, то как считается война или война, который захватил их помещение? Я уже не слов об женском. Война, можно воевать с кем угодно. Все зависит от расстановки сил. Ну, у нас сила немножко другая. Ну, поэтому есть разные варианты. Можно молитвы побеждать. Ну, вот четыре года я вот читаю, у меня бабушка была такое послушание и читаю на сантерице. У вас в спокойствии в сердце появилась сила внутренняя? Ну, уже лучше, конечно. Вот когда появится, тогда мы его начнем побеждать. Понятно, спасибо. Сейчас будем изучать все. Жестокая судьба означает война. Но она может быть разной. Может быть между мужем и женой, между мной и людьми какими-то, мной и властями, еще чем-то, какими-то бандитами. Но жестокая судьба всегда приходит в виде жесткого поведения. И в этом поведении есть только один способ выжить. Это сохранить себя. Понимаете? Сохранить себя и не падать духом. Не падать духом, да. А если у вас не станет, вроде как придешь, так хорошо. Но все равно не можешь все время держать себе в руках. Вот это очень сложно. Голова понимает, а душа все равно где-то... Давайте песенки будем слушать. Ну вот песня про настроение. Ну, когда человек очень сильно сосредоточен на любовь, на доброту. Он сосредоточен на... Это любовь. Ну, люди не понимают, кто такой Бог. Бог — это сердце, доброта. Вот есть доброта, значит, ты победишь. Есть любовь в сердце, ведь оно уже у тебя опустошилось сердце, ожесточилось. Если есть любовь, значит, ты нормально сохраняешь себя. Вот. И надо еще некоторые правила соблюдать. Все правила — песни поют. Ну, то есть, правило такое — ни на что не надейся, ни на что не рассчитывай, не падай духом, не теряйся, не ломайся. Все это здесь описано. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дорога без конца, дорога без ночна и конца, Свести, как птица, и не жди награды. Нет на свете тишины, только плач твоей струны, Только вечность горит с губитом груди, Огонь жестокий твой единственный огонь. Он сказал, эту музыку твоей рушей, Только любовь, только любовь. Какую музыку, надо музыку то искать, надо молиться, добра кто луко всем, сохранить сердце. Если не сохранишь, все, будешь разрушен. Или там только любовь, если у тебя любви не осталось, Ты всех ненавидишь, значит все, ты будешь разрушен. Выстокая судьба не отнимает в тебя мужа, работу, фирму, Она тебя лупит, она пытается тебя поднять на более высокий уровень. Каждая судьба, она свои задачи ставит. Тяжелая судьба просто учит людей быть вместе. Жесткая судьба учит самостоятельность, независимость. Если ты резешь близкому человеку, не можешь понять, Что ты должен сейчас самодостаточности учиться. Значит, у тебя семья будет разрушена. А жестокая судьба, она говорит, ты ничего не получишь сейчас, Никакой фирмы ты не вернешь. Пока ты не научишься быть сильным, Пока ты не выйдешь на другой уровень жизни, Пока ты не научишься молитве, аскезам, добрым делам, Пока ты не станешь крепким, Не отпустят тебя судьбы, она будет тебя убивать. Потому что, и еще, если ты считаешь, что человек, Какой-то один человек является причиной всех твоих страданий, Никогда не победишь. Потому что жестокая судьба всегда переводит стрелки. Она говорит, вот муж тебя бросил, И за это ты все будешь мучиться, страдать в этом мире. И ты думаешь, все из-за него, И вот живешь вокруг него в мысли о нем только. Значит, никогда не победишь жестокую судьбу. Потому что жестокая судьба, она должна побеждаться с помощью знаний. Если я сердце утверждаю свою силу, То дальше я смогу быть счастливым, Неважно, бросили меня или не бросили. И поэтому нужно правила изучать. И здесь первое правило, без Бога не справишься. А Бог означает доброта и любовь. Вот и поют тебе песни. Только любовь, сосредоточься на этом. Не думай, что что-то еще тебе поможет в этом мире. Когда пришла жестокая судьба, сохрани себя. А без любви тебя не сохранишь. Сердце ожесточилось, все. Значит, иди под откос. Жестокая судьба все. Мы вечные, она знает. В этой жизни не справился, а в следующей пусть справлялась. Она может убить человека саму близко, Несчастный случай, все. Болезнь, это все жестокая судьба. И, по-моему, дарит тихим голосом, ланиль слова. Вот как любовь, вот как любовь. Дорога без конца, и музыка, которой нет конца, Они тебя, поверь, не оборудут. Ну, а если спросят вдруг, где любимая ты, друг, Промолчи в ответ с улыбкой, пусть не помнит Сердца посидевшим отраздут. Дорога без конца, она, когда выбрала тебя, Твои шаги, твою меча и песню. Только вот идти по ней, с каждым шагом всё больней, С каждой ночью всё светлее, с каждым слов всё смертельней, С каждой песней всё трудней. Жестокая судьба нужна для того, чтобы мы определились с главными вещами в жизни. Надо всё оставить, забыть, сохраняя себя. Сохранить себя можно только с помощью природы. Если у тебя валится здоровье, аскезы и природы, Иначе ты не спасёшься. Не будешь аскезы совершать, не будешь на природу идти, значит не спасёшься. Здоровье поддерживается только этими силами, аскезы и природы. Если у тебя валится социальная жизнь, Оторвись от себя, социальная жизнь валится, Когда человек сильно социкливается на себе, На своей жизни думает, думает, даже спать не может. Оторвись от себя, помогая другим, Заботься о других. Иначе всё посыпется в жизни. Жестокая судьба действует на социальную сферу. Значит у тебя всё сыпется, значит перестань думать о себе. Три силы вырабатываются, Жестокая судьба, три вещи вырабатывают у человека, Когда идёт неудача в деятельности. Первое – жадность. Второе – власть, желание контролировать всё. И третье – это амбиции, гордость. Если жадность одолевает, То есть тебе не хватает денег, тебе плохо, тебе надо ипотеку, Значит тогда нужно помогать людям. Делами, продуктами. Пересилить себя и помогать людям. Последнее отдавать. Жадность победишь – сразу удача придёт. Потому что удача… Ну, когда человек жадный, от него все отворачиваются. От него прёт вот этой жадностью. Вот допустим, к жадному человеку домой в гости придёте на обед. Вы говорите, кладите масло. Я кладу… Это… Мажьте, да? Я… Я мажу. Нет, вы не мажьте, вы кусками кладёте. А вы мажьте, мажьте. Ну всё, ладно, я пошёл, мне некогда. У меня работа. Вот. Жадный человек отталкивает – никто к нему не придёт. Даже покупать товар какой-нибудь. Люди отворачиваются от тебя – никто тебя на работу не возьмёт. Только человек пришёл, устраивался на работу. А какая у вас зарплата? Ну всё, до свидания. Нам уже не нужно. Вот. Жадность отталкивает. Контролировать всех. Девушка познакомилась с парнем. И всё, и начала его контролировать сразу. Каждый шаг, каждое слово. Зачем ты так сказал? Зачем ты туда посмотрел? Зачем ты это сделал? То есть, опять-то, десятое. Он… И сбежал от неё. Хотя красивая. Чего отгубила её эта сила? Желание контролировать. Мужчина чего контролирует? Он контролирует этот мир. А женщина чего контролирует? Мужчину. Мужчину. И детей своих. Она всё своё контролирует. Следит за всем. Это нормально? Женился, значит, нашёл себя контролёра. Будешь теперь жить без контролёра, теперь с контролёром. Слышно. Слышно. Смотрит на меня такими невинными глазами, как будто я не проникываю. Хитрятые, прятые. Слышно. Хитрятые, прятые. Хитрятые, прятые. По тому, что она с тобой делает. Вот, допустим, если судьба тебе делает тяжёлую жизнь, значит, это тяжёлая судьба. Если судьба тебя разделяет, не даёт соединиться, ближе стать близким, значит, это жёсткая судьба. А если она тебя ломает, значит, это жестокая судьба. Всё. Вот если и вашу дочку не ломает, значит, не жестокая. Ей тяжёлая очень. Тяжело, значит, тяжёлое. Но она соединяет. То есть оптимизм? Ну, это тяжёлая судьба, просто тяжёлая. Но на судьбу накладывается понимание вещей ещё. Понимание вещей ещё. Как правильно жить. У них у всех правильное понимание. От благочестия ещё зависит тоже. Вот если у человека мало благочестия, ему приходится больше работать, тяжелее жить. Чем больше благочестия, тем легче жить на этой земле. Добрые дела, благочестие – это количество, запас добрых дел. Благочестие человеку даёт хорошую память, проницательность, хорошую речь, хорошую внешность. Он рождается в богатой семье, если благочестивый. У него хорошая интуиция. И много-много других даров, которые… Ну, каждое доброе дело даёт свой дар какой-нибудь. И все эти дары облегчают жизнь. Так мы изучаем жестокую судьбу. Сейчас немножко. И правила я вам даю. Вот эти вот установки правил главные. Которые дают возможность понять, что делать. Ладно, не получится. Интернета не хватает. Жестокая судьба. А? Жестокая судьба. Это не жестокая, это скорее жесткая. Я просто вам песни включаю, которые связаны с этой темой. Вот это вот есть песенка, можно послушать. Настраиваться как. Человек тут жив, нормально все живет. Пришла без толка судьба. Песня. 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 А он продолжает изменять. Так он не то что продолжает, но он тебя еще загрызет за это. То есть, как молодые мы были, имеется в виду, что жестокая судьба, она что делает с человеком? Она его ломает, старит. Вот эта старость у человека, это соприкосновение с жестокой судьбой. Если человек победил жестокую судьбу, он внешний, не стареет. То есть, может возраст у него меняется, но он все равно молодой остается. У него есть сила жить, он радостный, сильный. Старость означает, ломается человек, как влияние жестокой судьбы, сломает, ломает это человек. Значит, старость уже. Первый тайм мы уже отыграли. И одно лишь сумели понять, чтоб тебя на земле не теряли. И постарайся себя не терять. Старайся себя не терять. И вот в этом вся самая сложность. Потому что жестокая судьба ломает не бизнес, она ломает тебя. А если ты себя сохранил, то она тебе все возвращает. Она же это судьба, тебе и все это нет. Поэтому экзамен от жестокой судьбы, это сохранить себя, честь, свое достоинство, не поддаваться, не ломаться, не трусить. А кто не сохраняет, не сохраняет людей, которых нет правил. Когда они живут честно, правильно, они поддаются под влиянием силы всегда. Они ломаются. Гордость, жадность, нежелание отсыпаться духовно ломает человека. Если духом ты слаб и безмерно собою гордишься. Если слаб добиться любыми путями стремишься. Знай, в виде и в нужде, ты с обманом и с бложью сберишься. И под натиском силы ты волей чужой покоришься. Если вверх ты слаб и моляк к небесам не взываешь. Если искренне кайф, предхоз под амстан не склоняешь. Знай, бесценные годы свои ты напрасно теряешь. И в мерзгольство и те смысл жизни своей не познаешь. В жизни будешь отец, слов земной незаметно проучиться. Не важно, не важно, важно сохранить себя. Потому что понимание приходит только после этого. Сначала нужно прийти к спокойствии в сердце. Надо сначала принять удар, она будет тебя ланимать, мучить, убивать. А ты принял удар тогда, у тебя сердце окрепло, у тебя появилась сила, знание приходит после этого. Но пока ты не принял удар, никакого знания не будет. Ты не будешь понимать, что происходит, зачем, будешь мучиться. Потому что ты не мучаешься, значит нужно принять удар и послужить. Только, только. Нет выбора. А вопрос, зачем это пришло, его оставить вообще? Есть только один ответ на этот вопрос. Ростокая судьба приходит для того, чтобы человек перешагнул на другую ступеньку своей жизни. Это как, ну, как новый виток. Садитесь. Это новый виток, понимаете? Это то, что ты еще не знаешь. Жизнь должна стать другой у тебя. И вот это главная причина, почему приходит жестокая судьба. Она человека пинает на более развитую жизнь. А то, что вы говорите мне сейчас, вы говорите о более поверхностном вопросе. Вот что мне конкретно делать? Какие мои задачи сейчас в жизни? Какой смысл в этом во всем? Вы узнаете после. Только когда вы сможете стать крепким. А еще вопрос. А если это волна идет? То есть, вот первая волна волны выстояла, следующая волна появляется. Эту волну прошло, следующая волна. Это значит, одна и та же жестокая судьба, она просто вас бьет в порцелону. То есть, она еще не закончится, идет еще. Значит, процесс восстановления, это молитва. А вот сейчас будем говорить, у нас три лекции с вами. Две лекции, еще одна. Я буду вам расскажу, как побеждать. Все узнаете. Я просто сейчас рассказываю. Мы сегодня говорим сначала о том, что происходит, и о том, что делает. Последовательность такая. Если вы не поймете, что происходит, как вы поймете, что делает? Всегда человек должен, когда действует судьба, он всегда должен реагировать на то, что она делает. Всегда надо знать, что у человека есть три зоны жизни. Не одна, а три зоны. Есть зона тела, есть зона социальной силы, социума. Всегда она делится на две части. Это личная жизнь и работа. Это две зоны социума. Они разные. На одну может действовать плохо, на другую нет. Может на обе действуют. Всегда по-разному. И есть зона смысла жизни или духовная составляющая. Жестокая судьба может бить любую из этих зон. И если ты будешь что-то другое делать, то это твои проблемы. Ну, допустим, первое, самое главное, я сказал, что есть как бы направленность жизни. Вот человек, допустим, судьба пришла, он говорит, что делать, что делать, что делать. Это главное, что он думает, правда. Человек не знает, что делать. Я вам говорю, что делать. Тяжелая судьба пришла, просто тяжело, но мы вместе нормально справляемся. Что делать? Терпеть, прощать, любить, быть вместе. Все, вот что делать. Жесткая судьба пришла, ты не можешь быть вместе. Тебя тянет близкому человеку скандал, тянет скандал, тянет скандал. Ты уже не знаешь, что делать. Думаешь разводиться? Нет. Не надо разводиться. Надо жить на расстоянии. Учиться быть самодостаточным. Вот это цель жесткой судьбы. Она тебя учит быть независимым. Потому что придет время, близкий человек уйдет из жизни. Что будешь делать? Ты не научился быть независимым. Помрешь за ним следом. А жесткая судьба тебя обучает. Она говорит, не зависи от кого. Учись самодостаточности в жизни. Ты все равно один сюда пришел, один уйдешь. Мы все здесь такие, как мотыльки в море. Утыряемся. Ну то есть учись самодостаточности. Не лезь близкому человеку. Оставь его в покое. Займись собой. Желай всем счастья. Когда ты самодостаточным стал, сразу жесткая судьба уже не действует. Ты экзамен сдал, и все нормально. Он хочет с тобой ругаться, а ты не ругаешься. Потому что у тебя и так все нормально. Чего ругаться? Можно я спрашиваю? Можно я спрашиваю? Ну? Ну хорошо. Вы правильно говорите все. Мось это уже проходить. А вот по поводу работы или пусть, допустим, деятельности. Вот ты понял. Вот мы все это правильно уже проходили. Это называется гордость. Нет, нет. Вы не так поняли. Я, конечно, все не так понимаю. Вы знаете. Но когда гордость, она мешает человеку понять. Она такая страшная штука. Она выдает глубину взяли. Я сам согласна в том плане, что вы сказали. Именно так было, что все происходило. И мы как бы преодолели эти моменты. Вот так, как вы сказали. В этом плане я подтверждаю, что все правильно. Вопрос в том, что следующий этап, когда идет, например, и ты уже принял, ты уже самодостаточный, ты уже не колбасишься, ты спокойно идешь, добиваешься. А оно не добивается. И ты вроде как бы не нервничаешь, не психушно. То есть надо предпринимать какие-то действия. А оно как бы все равно не приносит результаты. И ты уже вроде как бы, ну, и хватит. Ну, не теряй сил у друга. Ты стараешься делать, что можно. А как бы оно не получается. И что же тогда? Следующий этап. Вы хотите результаты? Да. Когда мы должны знать, что есть разные типы действий. Допустим, есть действия внутренние, а есть наружные. Есть действия психическое, а есть действия физическое. Есть действия социальные. Если говорить о бизнесе, то есть три планки действия. Есть действия вверх, есть действия в стороны, есть действия вниз. Допустим, в деятельности всегда надо смотреть, где у тебя нет результата и куда ты действуешь. Например, у тебя нет заказов, допустим, сверху в деятельность, а ты пытаешься улучшать штат сотрудников. Действия же ризонтально, у нас действует вверх. Есть преддействие, есть действие. Преддействие означает, что надо сначала начать уважать старших, энергия пойдет. Допустим, если уважаешь мать, то тебя все любят. Уважаешь отца, тебя все уважают, почитают. Если уважаешь культуру страны, в которой живешь, то у тебя контакт с людьми налажен. Допустим, один мужчина говорит, у меня в этой стране ничего не получается. Я говорю, почему ничего не получается? Он говорит, ну с людьми ничего не получается, я не понимаю друг друга. Я говорю, а вы мусульманскую культуру уважаете? Он казахстанин. Он говорит, нет. Я говорю, ну так и не будет ничего получаться, потому что вы разные. Вы такой, а они другие. И вы с ними эй. Вот. Теперь неуважение правительства не дает тебе возможность иметь сверху поддержку. Допустим, проверки постоянно идут. Или на тебя валятся какие-то сложности с законами связанные. А тебе надо туда идти вверх. И всегда сначала внутреннее действие. Начни уважать страну, начни уважать культуру. Начни делать добрые дела. Если у тебя валятся отношения, то есть у тебя партнеры как бы нет сделок никаких, значит тогда учись любить людей, иметь друзей. К людям относись хорошо в целом. Если у тебя подчиненные сыпятся, то тогда начни снисходительно относиться к младшим. Уважай их, неспособность понять сразу. И так далее. Мы говорим с вами о результате, да? Результат также зависит от силы человека. А есть три типа силы. Есть сила психофизическая, она вырабатывается с помощью аскезы, контакта с природой. Например, бывает у человека энергии воли не хватает. Вот, допустим, девушка не может выйти замуж. Я смотрю, у нее блок связан с динамическим напряжением, это энергии воли. Я говорю, у вас сейчас какое ощущение-то? Она говорит, это чувство как будто что-то мешает, препятствие какое-то, вот замужество. Я говорю, значит нужно длительное движение. Если будете длительное движение совершать, то препятствие пройдет. Потому что вы волевой фактор усиливаете, у вас вижу цель, не вижу препятствия. У вас появляется сила. Она вырабатывается длительным движением. Если тебя колбасит, рядом с близким человеком обижаешься, значит не двигайся. И подвижное положение тела вырабатывает спокойствие, терпение. Это тоже сила, которая дает возможность быть вместе. А если у тебя валится, сыпется настроение, значит пост на воде. И у тебя будет жизнерадостность. Потому что когда ты постишься, когда жрать хочется, то есть два варианта. Или ты будешь радостным, или сдохнешь. Те, кто постился, те знают. Как только опечалился, сразу все. Или дайте жрать, или что. Или ты радуешься, или сдохнешь. Или прекратишь пост. Третий вариант. А если обрадовался, значит пошло солнечное питание. И через радость питаешься, уже радуешься. Значит пост учит тебе солнечному питанию, радости. А потом ты в жизни это применяешь. Тебя гнул, а ты радуешься. И все думают, ну классный человек, ему бесполезно гнуть, пускай живет. Все. Ну то есть, ваш вопрос, он касается другой темы. Это не тема победы над судьбой, а тема эффективной жизни. Как эффективной жизни. Это другая. Если у вас спокойно все внутри, вас никто не трогает. Никто к вам не пристает, значит вы судьбу победили. Теперь надо научиться правильно жить так, чтобы был результат. Ли-ли-ли-ли-ли-ли воду вришито. Вот-вот-вот-вот тебе и здрасте. Ну то есть, воду вришито надо лить, нет? Нет, надо в тарелку лить. Есть действия, которые дают результат. Есть действия, которые не дают результат. Поэтому надо понять, почему у тебя нет результата. Вот девушка, допустим, говорит, на меня никто не смотрит. Как я выйду замуж? Ну а почему на девушку должны смотреть? В чем причина? Почему парни смотрят на девушку? Потому что красиво. Ну красиво это что значит? Нежно. Энергия. Энергия, да? Которая заставляет смотреть. Как жена говорит, ты что на нее смотришь? Я говорю, я ей почему не смотрю? У меня ничего не получается. Заставляет смотреть на себя. Красиво притягивает взгляд. Хорошо, а или иначе я взгляд притягиваю, не знакомится. Ну значит слабовато притягиваешь. Хорошо, а как усилить притягивание? Для этого надо заботиться обо всем. Если притягиваете, не терпит. Ну значит у тебя недостаточно качеств хороших. Значит надо ходить в храм, перестать жрать мясо. Возвышаться в сознание, перестать пить, курить. Вообще ничего не делать, значит тогда молиться. Возвышать сознание. Постепенно чем чище ты будешь, тем чище к тебе люди притягиваются. В умный достался в умный, а я досталась тебе. Да любая женщина может быть красивой, если она имеет силу. Есть женская сила, есть мужская. Вот мужской мужчина красивый, что значит? Влиятельный. Если у нее есть влияние, значит он красивый. А если невлиятельный, значит нафиг он нужен. Но у женщины выдерживает несколько энергии, может быть? Имеет значение, что она привлекает человека. Можно вообще внешне быть некрасивой и привлекать при этом. Это значит, что энергия красоты женской означает, что женщина любит людей. Людмила. Людям мила. Почему мила она? Потому что она любит людей сама. Вот чем женщина от мужчины отличается? Женщина любит людей. А мужчина любит победу. Понимаете? Мужчина живет ради победы, а женщина живет ради людей. Ей люди нужны. А мужчине нужна победа. Она говорит, что люди не нужны. Женщины родиться будут нужны. Аля Геннадьевич, я только до службы была, по маму же, конечно. Мы как бы молились, но в монастырь бы не ездили. Муж ушел в другую. Поехала бы на нас. Я стала, да. Сейчас я стала на 4 года старше. Я сейчас смотрю, думаю, мужик мой. Абдарий Геннадьевич говорит, ничего не делаю. Просто хожу, там, и что? Ну и что-то. Вот прям вот лепится. Я думаю, господи, что же вам не изменилось-то? Просто еще постарела, повзрослела. А на самом деле, оказывается, я нужна кому-то. Просто вот интересно. Да. Потому что это и говорится, что молитва... Надо любить людей. Вот девушка, она хочет любви к себе. Хочет, чтобы ее любили, заботились, ласковых нет. И поэтому она хочет замуж, означает, чтобы кто-то любил. А если она это желание пересиливает и начинает других любить, а всех радуется людям, радуется природе, есть разные виды красоты. Вот, допустим, девушка радуется солнышку, радуется травке, деревьям. Это тоже красота. Это называется жизнерадостность женщины. Она тоже продвигается. Или, допустим, красота, которая вызывает любовь, зависимость мужчины от женщины. Это уже любовь к людям. Если женщина любит людей, радуется всем, служит, заботится обо всем, значит, она увеличивает себе эту силу. И в какой-то момент настолько сильно увеличивает, что уже не может оторваться от нее человек. И даже если она внешне некрасивая, все равно ничего не сделаешь. Женская природа все равно притягивает человека. Ничего не сделаешь. А у нас во дворе есть девчонка одна, среди шумных подруг. Неприметна она никому из тебя, неприметна она. Я гляжу, если нет, ничего в ней нет. А я все гляжу, и глаз не отвожу. Есть дружок у меня, я с ним в детстве знаком. О ней я молчу, даже с лучшим дружком. Почему-то молчу, даже с лучшим дружком. Я гляжу, если нет, ничего в ней нет. А я все гляжу, и глаз не отвожу. Эта сила дает возможность выйти замужем. Если постоянно думаешь, что я что-то не замужем, я одна все время. Значит, никогда не будешь. Если ты мечтаешь постоянно, значит, одна будешь. Потому что у тебя не хватает социальной силы. Социальная сила отрывает человека от себя и приковывает к другим. И разные виды социальной силы дают разные виды успеха человеку в жизни. Это знание тоже надо изучать. Где я хочу успех? Где ты хочешь успех достигнуть? Вот такой вид силы тебе надо иметь. Хочешь замуж? Люби людей. Заботься о них. Хочешь торговать, чтобы товар продавать хорошо? Учись бескорыстию. Учись жадность свою заменить на желание помогать людям. Если ты хочешь власти, тогда учись защищать людей. Делай так, чтобы им рядом с тобой было спокойно. Чтобы они чувствовали заботу, защиту. Тогда у тебя будет власть. А если хочешь славы, тогда тебе надо людям давать знания. Помогать им знания. Или делать им приятно. Вот, допустим, есть слава, допустим, у артистов. Они могут делать приятные людям. И когда они получают славу, то есть ты можешь приятно делать. Или давать знания, делать приятно. Осчастливить людей. Можешь осчастливить людей, значит, тогда будешь славным человеком. А если хочешь власть, тогда защищай. А если хочешь денег, тогда стань щедрым. Помогай им. Бог даст тебе деньги. Он притягивает к тебе, будет. И говорит, как притянуть деньги. Вот так. Притягивать, визуализировать. Доллары, доллары. Такие притягиваются, такое рассказывают иногда. Надо делать добрые дела, и тогда тебе люди полюбят. Одно, по-моему, не мешает. А? Одно, по-моему, не мешает. Можно обезоризировать и делать добрые дела. Ты так считаешь? Есть знания. Вот, допустим, есть жадность, а есть добрые дела. Они идут в противовес. Чем больше жадности, тем меньше хочется тебе делать добрые дела. И от тебя идет жадность. Если от тебя идет жадность, то ты не привлекаешь. Вот ты смотришь продавцу в глаза, а он у тебя пился. Ты думаешь, я здесь не буду покупать. Потом идешь к другому, а он хочет тебе помочь, он улыбается. Здесь искусственно ничего не сделаешь. Многие улыбаются. Все им обучались, как продавать. Надо улыбаться. А внутри жадность. Ее никуда не деть. Ты улыбайся, не улыбайся. Вот, поэтому люди не притягиваются. Я разок изучал, что темы по путикам идут. Ну, мне надо было ботинки купить. Я всегда, ну, приятное с полезным. Я иду и смотрю, кого я покупаю буду. И все говорили, нечего. Это мнение, это не мое. Вот, это... Смотрю, одна... Одна... Женщина стоит и улыбается мне просто. Ботинок нет у нее в лапке. Больше никто не улыбается. Я подхожу к ней, говорю, слушай, а где ботинки подойдут? Она говорит, ну, пойдем, я тебя провожу. Проводила у меня. Хорошие ботинки купил себе. Назад иду, опять улыбается. Подхожу, а у вас что? И у нее что-то купил. Потом думаю, блин, как мне так получилось? Я же продался. Я в соседнюю лапку захожу, спрашиваю, как у нее продажи. Она говорит, она, он... Она говорит, заговоренная. Она четыре часа постояла, у меня все улетело, пошла домой. Ну, тут пашет целый день. Нет, это другое. Вы искусственно это не сделаете. Это можно сделать, только желая помогать людям. Один мужик, который я прочитал в интернете, он в супермаркет пошел купить себе продукты. И бабушка купила кусочек хлеба себе всего лишь и немножечко маленьких пакетик молока. Я ее спрашиваю. Ты что так мало себе купила? Она говорит, сыночек, да у меня денежек нету и сил уже таскать больше. Он говорит, ну, есть же и добрые люди. Давай я тебе все принесу и куплю. Взял ей, накупил целую корзину продуктов и несет ей домой. Он говорит, а дыки у тебя есть? Она говорит, есть. Но они говорят, чтобы ты сдохла быстрее. Потому что квартира-то пустует в центре Москвы. И вот они мне желают, скорее бы я сдохла. Он говорит, он принес ей все, разложил, говорит, а у тебя телефон есть у твоих детей? Есть. Вот телефон. И он пишет им, вы вперед сдохните, я о ней буду заботиться. Как вы думаете, он что, без денег останется, этот человек? Почему? Потому что он притягивает. Вот вы все притянули сейчас эту историю к этому человеку. Но что вы думаете, он не притягивается другими людьми? Он, конечно, уже у него будет удача в жизни. Я поментировал через интернет, на этот человек посмотрел, и у него все классно снимает. Почему? Потому что он знает, интуитивно или неинтуитивно. Он знает эту формулу. Хочешь, чтобы деньги к тебе притянулись? Начни помогать людям, и надо, чтобы твоя жадность стала слабее, твоего желания заботиться. И тогда удача, вот на эту разницу будет удача уже в деньгах. То есть тебе будут притягиваться люди, потому что они не будут чувствовать твою жадность. Вот в чем заключается знание. Жадность, конечно, когда человек склонен торговать, у него обязательно будет жадность. Склонен к власти, но склонен к быть руководителем, всегда будет властолюбие. Но одно или другое будет сильнее, все зависит от его благочестия. Если он склонен больше заботиться о людях, то тогда он удержит власть. А если нет, значит она постепенно у него будет сыпаться через ненависть людскую по отношению к нему. Эта ненависть растушит постепенно его власть. Власть – это сила благочестия. Чем больше силы, тем больше власти. Но если у тебя не хватает противоположной силы, значит рано или поздно твоя власть закончится. И если ты будешь ее насильно удерживать, значит получишь еще небо в клеточку потом. Как результат. Поэтому существует знание о социальной силе. Но мы говорим сегодня не об этом. Мы говорим о судьбе. Самое первое, что важно понять, это то, что судьба – это не человек. Судьба – это мои поступки, которые я совершал в прошлом. И она меня обязательно догонит. Тяжелая судьба бывает трех видов. И надо разобраться, что именно со мной происходит. И действовать в правильном направлении. Если первый вариант – просто жить нормально, никого не трогать, и все наладится. Второй вариант – надо нормально жить, что-то у тебя не получится. Потому что твоя судьба тебя учит независимости от ситуации. Ну, допустим, жесткая судьба пришла в твою фирму. И ты хочешь больше денег заработать в это время, когда жесткая судьба пришла. Какой будет результат? Много хочешь – мало получится. Чем больше ты будешь хотеть заработать, тем больше будет все сыпаться. А тебе что надо в это время сделать? А тебе надо отстраниться от этой идеи зарабатывать деньги и просто спокойно жить. То есть, в это время надо развивать себя, обучиться чему-то, сохранить коллектив. Ну, то есть, надо переключиться с этой идеей, зарабатывать на что-то другое, и тогда у тебя все будет хорошо. Но если ты не поймешь, что такое жесткая судьба, и полезешь туда опять в ипотеке, там еще что-то, то у тебя все посыдится, ты разрушишь свой бизнес. Ведь что такое жестокая судьба? Жестокая судьба – это другое. Это когда бас на каракузике кончились танцы. Когда он такую фразу произносит. И ты ничего с этим не сделаешь. Теперь мы должны понять, что в целом любая судьба, она тяжелая, она всегда человека истощает. И если ты не понял, что именно истощает, и будешь что-то другое делать, то тебе не помогут. Вот, допустим, тебе надо пить, а ты ешь. А будет результат, нет? Тебе надо попить, а ты ешь. Какой будет результат? Тебе будет еще больше пить хотеться. А если тебе надо есть, а ты пьешь, будет результат? Нет. Надо делать то, что надо, так? Итак, мы должны понять, что судьба действует на три слоя. Первый слой – здоровье. Как определить, что на здоровье действует? Мы сейчас изучаем с вами уже. Пытаемся диагностику, забраться в диагностику. Второй слой – социальный. И третий слой – это твоя мотивированность в жизни, духовная. Если на здоровье влияет, как меняется жизнь? Вот судьба действует на здоровье. Ну, какая судьба? Там муж уходит, там на работу валится. Любое внешнее действие может влиять или на твой социальный слой, или на здоровье, или на твою мотивацию в жизни. Соответственно, три абсолютно разных вида действий. Есть люди, которые всегда молятся. Допустим, жена уходит, молимся. А у тебя геморрой вылазит в это время. И молитва тебе поможет или нет? Ты молишься, а он вылазит. А что надо делать в это время? Да, то есть, когда ты видишь, что сыпется здоровье, неважно, какая судьба действует, то ты должен совершать аскезы и быть на природе. Две вещи. И соблюдать режим дня. Понятно? Три вещи нужно, чтобы поправить здоровье. Больше ничего не надо. Вы говорите, к врачу надо идти. там, врач это тут-то брел. Надо идти к человеку, который тебе поможет разобраться, что делает. Потому что есть лечение. Лечение означает, что тебе просто пытаются на время помочь выжить. Ну, как-то, ну, смягчить ситуацию, снять обострение там. Но это не лечение. По факту, настоящее лечение это убрать глубокую причину, которая... Глубокая причина это влияние судьбы. Она что делает? Она уменьшает энергетику в теле. Уменьшенная энергетика приводит к тому, что орган не может нормально функционировать, поэтому возникают хронические заболевания. Так все болезни возникают. Какие бы ты ни придумывал. И существует всего три энергии, потому что у души есть всего... У души есть сознание, это ее энергия. У души. Вот, допустим, девушка вся из себя, это ее энергия. А мужчина, допустим, это его энергия. Но есть душа внутри, у каждого человека. И у нее есть энергия. Как увидеть энергию души? На человеке. Это его настроение, это как он выглядит, это энергия. Вот если вот девушку красивую взять, и из нее выходит душа, то она становится трупом. И какая бы она красивая до этого не была, она уже не такая красивая. Когда она становится трупом, она уже не такая красивая. Правда? из нее ушла энергия. Так? Хорошо. Вы поняли, да? Вот эта энергия делится на три составляющие. Каждая душа хочет вечности, она хочет жить всегда, никто не хочет умирать. Каждая душа хочет счастья, никто не хочет жить несчастным. И каждая душа хочет знания. Нужно знания. За исключением тех душ, которые все и так знают. Все остальные хотят знания. Когда человек считает, что он все знает, называется Богом. И она разрушает жизнь. Это опасно. Итак, знания же на разных уровнях, можно воспринимать. Каждая, что ты познаешь, а оказывается, нет. На практике это все проявляется. Вот так три энергии у души. И это очень важно знать. Поэтому соприкосновение с телом, соприкосновение с психикой и соприкосновение с нашей душевной составляющей. Всегда эти три энергии существуют. Если, допустим, человек хочет со здоровьем разобраться, он должен знать, что есть только три видны нарушения здоровья. В организме может возникать скованность, это нарушение энергии вечности движения. В организме может возникать жар или воспалительный процесс от нарушения движения энергии знания. В организме может возникать токсины, лишний вес, амок, или это нарушение энергии счастья движения. Когда человек находится в депрессии, у него снижено настроение, у него копятся жрач и токсины. Почему человек ест? Он хочет поднять настроение. Обычно это происходит вечером. В вечернее время солнце, когда оно стоит высоко, солнце переваривает все. Солнце на энергии нет, оно село, переваривать нечему. Цикл пищеварения становится незаконченным. Поэтому копится жир. Это не потому, что у тебя откладываются запасы, как люди думают, а это недоваренная пища, жир. Организм не может до клеток довезти продукты, поэтому он их складывает где попало. Это называется токсином в организме, лишний вес. Причина сниженное настроение. Оно дает жрач по вечерам и потом дальше токсины. Лишний вес превращается в доброкачественную и потом в злокачественную. Потом понос утрен и смерть. понятна последовательность. Поэтому мои дорогие друзья, надо убирать сначала плохое настроение, если ты хочешь убрать лишний вес. Надо разобраться с настроением, иначе жрать все равно будешь ночью. и терроризировать свой холодильник будешь все равно. Потому что никто не сможет заснуть в плохом настроении. Будешь ворочаться, ворочаться и потом все равно пожрешь. и подумаешь, блин, нафиг я послушал этого Олега Геннадьевича. Лег, надо было сразу пожрать честно и все. А слушать надо было серьезнее. Потому что я говорю о настроении сейчас, а не о холодильнике. Вторая энергия, которой не хватает, это энергия знания. Когда человек нервничает, раздражается, чувствительность высокая, не могу находиться ряжаться к человеку, любительность, неглиность, чувство несправедливости, это нехватка энергии знания. Она разогревает. Этот разогрев приводит на физическом плане к воспалительным процессам, на психическом плане повышенная чувствительность и ранимости, невозможно быть вместе. И третий вид энергии, это энергия вечности, она когда на психическом плане нарушает движение, человек чувствует непреодолимые препятствия, у него страдает воля, чувство безысходности, не хватает сил, стена передо мной стоит жить. А на физическом плане напрягается тело, спазмы боли, скручивает суставы, позвоночник, мигрени, это все энергия вечности на физическом плане. На плане духовном энергии вечности не хватает, человек чувствует, что нет смысла в жизни. Энергии счастья не хватает, значит нет счастья в жизни. Энергии знания не хватает, значит человек сходит с ума. Он тупее, ничего не соглашает. из меня крокодильчики вылетают. А что на меня бросает? Никого не хватает на безнание доктора Львы на центре. Ладно. Есть три типа действия, которые эти энергии восстанавливают. Есть действия физическое, психическое и духовное. На физическом плане восстанавливают эти три энергии аскезы. Аскеза означает, что ты делаешь, что тебе не нравится. Но это очень полезно. Вот допустим ты движение совершаешь, тебя увеличивается в организме энергии вечность. Пробиваются все блоки и болезни уходят, и даже на социальном плане. Есть же преддействие, означает, что ты так выглядишь, что тебя хотят взять на работу. Это называется решимость. Ты приходишь, и тебя хотят взять на работу. Знаете об этом, так бывает? Говорят удачливый человек. Знаете, что энергия вечности очень сильная у меня. У меня был один знакомый, была такая ситуация, что надо было попасть к этому министру, для того, чтобы ему предложить доброе дело какое-то. Ну, так оно получилось. И один у меня был знакомый, который говорит, пойдем к этому министру. Я говорю, как пойдем, надо записаться в очередь, может, тебя он даже не возьмет и так далее. Он говорит, у меня нет с этим проблем. Я говорю, в смысле? Он говорит, ну, пойдем, одевайся нормально, пойдем. Пошли, короче, это было в Москве, дом правительства, это было 20 лет назад. Он заходит там много пропускных зон и охранники стоят. Он подходит к охраннику, говорит, это со мной. Он говорит, хорошо, мы проходим вдвоем. Ты такой, опа, я когда проходил сквозь этого охранника, у меня ноги подкосились чуть-чуть, я выдержал. Я вам рассказываю реальную историю, не придумываю. Потом дальше мы пошли к этому министру сразу. Там очередь стоит. Он говорит, вставай, в конце очереди. Я встал в конце очереди. Он тоже встал со мной. Вот такой встал и такой на низком встал. И выходит человек из двери. И он идет прямо туда, в двери. И секретарша говорит, вы куда на него? Он такой на него смотрит и вообще как бы как будто он здесь все время жил в этом коридоре. Это не новое, это незнакомое для него место. И он в открытую дверь смотрит прямо на начальника, а тот угорает. Ну тот просто смеяться начал, ржать как этот, как конь. Потому что такая наглость. Он говорит, этот говорит, договаривались ей секретарша. Она такая, ну ладно. Начальник вообще говорит, ну ладно, заходи. И он меня зовет тоже, я захожу. представляете какой человек, какая сила нужна? Это называется энергия боли. И она может быть сильнее людей. тогда человек добивается всего в жизни, чего он считать нужно. Но это искусственно не сделает. Какая энергия? Боли. Или вечности. Энергия вечности человека. Сигар. Двительное движение. Верх, ходьба, да. бесстрашие тоже, решимость, целеустремленность, твердость духа. Это все одна и та же энергия, она по-разному просто проявляется. Есть. Я еще раз видел, как он проявлял эту энергию. Разок должен был идти, духовный фестиваль должен был идти, и тучи собрались, а там на открытой площадке мероприятия, и он встал вот так вот, встал в ручейхо в ледяной, встал и воду вот так, руки поднял вне вверх, и вот так смотрит, и энергия воли, она может действовать куда угодно. У меня тоже в жизни была такая ситуация, я на открытом воздухе с одним очень приятным человеком обучал его молитвы. Но для меня это было важно, время, ну, четко мало времени, но как бы вот, мы встретились. Вот. И я вам рассказываю то, что я почувствовал. Собрались тучи, я почувствовал, сейчас прямо выходит дождь, что вы знаете, обычное такое состояние, перед дождевой зыбко и влажно такое состояние, как будто сейчас уже брызнет. И я такой мысленно туда обращаюсь вверх, сейчас нельзя, надо мне закончить обучать молитве человеку. И я почувствовал контакт с этой энергией дождя. И вот такое ощущение, как будто природа хочет писать. Я вам рассказываю. вот, и она послушалась меня. И раз, и как будто она вот, как, знаете, человек хочет писать, но не писать, а вот, держит, терпит. И она терпит такая. И мы молимся, минут 5-10, потом я чувствую, что опять сейчас сгущается такой. Я говорю, еще не успеем, мы еще не все, нельзя. И опять она подчиняется, терпит опять. И так три раза, потом, когда мы закончили, я опять спустилась, я говорю, ну, теперь можно и сразу. Я первый раз в жизни почувствовал, как природа, она, ну, она живая, и она тебя слушает. А потом, другой раз, у меня не было нужды сильной, но я решил попробовать. Я в Минск приехал, и мне надо было зарядку на свежем воздухе сделать, и покупаться, чтобы без себя прийти перебез. Время мало оставалось. Я пошел на улицу и пошел дождь. Я подождем зарядку делал, думал, что ты меня достал. Я вспомнил это. И как бы настраиваюсь. Давай, дай мне зарядку сделай, почувствуй, энергии природы. И то же самое, что я вам бы сказал, то же самое начало сдерживаться. Но так как у меня не было важного какого-то мотива, я для себя это делал, поэтому дождь просто стал слабеньким. Но он закончился. И я так это просил все время удержаться. И потом, когда закончил, оно полилось. Но два раза в жизни у меня такой контакт с этой энергией произошел. Я больше не пробовал даже и не вижу смысла. Потому что мне не нравится пытаться природу как-то контролировать. Нечестно. Я чувствую, что это нечестно. Но в целом вот так это работает. То есть как он там сделал, я не знаю. договаривался. меня вот так договаривался. Вот. Ну то есть вторая, когда человек обидчивый, раздражительный, у него чувство отчаяния внутри, несправедливости. Это энергия знания спрятая. На физическом плане воспалительный процесс, аллергии в организме кожи, кожные болезни, вот эти все, сахарный диабет, мультиальная астма. Это все энергия знания страдает, жар излишних дней. Человеку жарко спать, душно, надо охлаждаться, постоянно много воды пить. Это не хватит энергии знаний. То же самое происходит, когда человек расходует энергии знаний. Я вот читаю лекции, мне пост-лекции всегда вечером едим морожено. Почему? Потому что я перегреваю или пив воду много. Дочитаю лекции, перегрею знания передавать. Когда человек не двигается, неподвижное положение тела делает, то он энергию знаний у себя усиливает, она начинает циркулировать сильно в организме. Когда человек не двигается, неподвижно стоит, у него затекает все это затекание тела означает, что энергия знания не пробивается. И если человек научился стоять неподвижно, допустим, у него тело не перестало затекать, меньше затекает, это значит, энергия знания движется в теле хорошо. вот эта отечность, вот это микровоспаление, которые мешают двигаться энергии знаний. Когда энергии 2, энергии знаний двигаются, охлаждает организм, и у тебя ничего не затекает, ты можешь долго не двигаться, и нормально. Люди думают, что это кровь не поступает, действительно так, но если у тебя блоков вот этих нет, энергии знаний, то кровь движется даже хорошо, даже если ты сидишь допустим в алмазе или двигаешься, или бабочки, долго они у тебя, все нормально, все поступает. Это называется очищение организма, то есть ты вот такие аскезы совершаешь неподвижных положительных тел, на физическом плане проходят воспалительные процессы, а на психическом ты становишься эфилимом, повышенная чувствительность заканчивается, а энергии заканчиваются, это все энергии знаний страдают. Есть энергия счастья, когда человек постится, то он вырабатывает энергию счастья, и человек пропадает желание на ночь есть, он не переедает, на физическом плане у него не копится слизь во рту, кашлять не хочется, про вирусные болезни меньше становится, не копится лишний вес, на психическом плане он становится жизнерадостным, счастливым. На духовном плане человек становится удовлетворенным жизнью. Что значит, удовлетворенный жизнью? Это значит, что у человека энергия счастья действует на высокие сферы жизни. Есть энергия знаний, когда на высокие сферы жизни действует, человек успокаивается сильно, у него в сердце наступает спокойствие, глубокое энергия знания, означает, что сильное спокойствие, а потом он понимает, как надо жить дальше, что делать. А когда энергия вечности у него на духовном плане действует, правильно, то человек целый устремленный в жизни, он знает, что все получится, он всего добьется в жизни. Я всего добьюсь, у меня вера или спокойствие, вера это энергия знаний, всего добьюсь цели, целеустремленности, энергии вечности, вера, энергия знаний и я счастлив в своей жизни. Значит, энергия несчастья глубокая. Спасибо. Ну, допустим, глубокая энергия несчастья. Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не новое. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна сожглись, я шаганю с работы устала, я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стал. Я люблю природу, сожглись. Молода, но шли, земли и равни на портах людей. Связь надо мной бескорыстная дружба мужская, звони, как любви, дорогая, как я счастлив, что нет мне покоя. сожглись, если вы здесь любопыты у меня, жизнь, ты знаешь, что это такое. Виртуальная густая музыка пропеды. На высоком плане, допустим, энергия вечности. Энергия вечности в природе функционирует, как ветер. Когда человек ветер любит, это значит, он любит вечность. Гордо веет, веет буревестник, да, черные молнии и подобные. Добра, энергия вечности. Чайки стонут перед бурей, им, пернатам, недоступно наслаждение смыслом битвы. Гром ударов их пугает, но буревестник, он гордо веет, да, он простролен. Он не боится бури, да, верно. То есть, это означает, что человек стал сильнее ветра, стихию ветра, он победил в своем сердце, он не боится ветра. Значит, что он может быть сильным. а? А? А как не бояться? Надо принять, все через принятие, да. Но, опять же, если слишком сильный ветер, ты заболеешь, то есть, это постепенно такой процесс, постепенное принятие. допустим, вот энергия ветра в песне. Как не бояться ветра и какой результат? Веселый ветер, веселый ветер, веселый ветер, моряки колются обшаю все на свете, и все на свете песенки сладок. Спой нам ветер, родители и горы, правду ноги и дай и морей, правду вечер, разговоры, праздники, просторы, праздники, больших людей. Попрямы за победу бороться, с вами вместе пусто кто поет, кто песенок смеется, кто хочет, но напьет, ищет от тебя подойдет. Петь, как глубокое понимание, энергии ветра. Сначала голос ребенка подобрали, такой сильный, твердый, смелый, это трансительный, энергии ветра тоже. Потом дальше песня сама по себе, сначала радость ветру, потом дальше результат какой-то просмелый больших людей, какой-то результат, кто привык за победу бороться, с нами вместе пускай запоет. Кто весел, тот смеется, смело надо жить, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет. Это энергия ветра. И она вырабатывается в организме теми, кто в среду с нами в 8 утра пойдет бегать. Все остальные пустонут перед гурьей, интернатам недоступно наслаждения. Ну, значит, не повезло. Самое главное поймите в этой жизни перенять настроение, перенять веру. Самые разумные люди перенимают веру. Допустим, мы будем бегать, желать всем счастья. Знаете, это таинство такое. Мы бежим и все, кто встречается, мы добрым утром, радуемся, все люди такие, вот у вас что за мероприятие? Такие самые, которые что-то шевелятся, они спрашивают все, через что происходит. А мы бежим всем, начинаем счастье, улыбаемся, радуемся. И потом постепенно ты входишь в такое состояние, что люди даже, ты просто видишь тебя и уже улыбаться начинают, смеяться при встрече. Классно? А потом ледяную воду. Чего ли ледяную чего выручает море дает силу. И холодная вода это самая лучшая вода это холодная вода и самая холодная это самое лучше. Но надо ее принять. Когда ты педеную воду хотя бы один раз в жизни принял, ты от нее никогда не сможешь отказаться. подраздел 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 Расчет времени аскез. Туда заходите, там человечек в воде стоит. Выбираете первую очередь воды, выбираете, сколько стоите, внизу циферка 5 должна прийти. 5 это значит все 5 слоев психично. И звезды в результате воды, если это, как мы стояли в Риге, 0,7 градусов, значит 4,5 минуты. Если как в Москве, 3 градуса, значит 5 минут. Если 28 градусов, то 70 минут. Ну вот так где-то. А если бы? Если бы, значит не повезло. А плавать можно? Плавать можно. Можно, не можно, все равно вода будет чистить, хоть плавает, хоть сходит. Можешь дыхаться на волнах. Лучше стоять или плавать? Ну женщины в основном плавают, им холодно поделать. Потому что вода это женская стихия. Вот мужчинам тяжело солнце переносить. Вот если вы, допустим, в Сибирь приехали с семьей, допустим, в Сочи, то женщине будет хорошо, а мужчина сдохнет. Потому что мужская природа, солнце, это мужская энергия. Она не переносится. Тяжелее мужчинам переносить. А женщинам солнце хорошо, потому что солнце это мужская энергия. А вода это женская энергия. Поэтому мужчинам легче в воде, а женщинам легче на солнце. А в Сибири женщина сдохнет. А? А в Сибири женщина сдохнет. А в Сибири женщина сдохнет, поэтому... От золотой сертифины ехать в Москву значит, да? Ладно, хорошо. Ладно. Мы с вами изучаем тему, что делать, когда пришла тяжелая судьба. Мы начали с вами изучать разные энергии, начали изучать физический уровень, что делать потом психический, потом духовный. Все будем изучать, углублять. Завтра еще один день. Вам интересно было? Я рада. Я рада. nessuna Я рада. Что? Жене слов... А не вспышать... А кто? Мужчине. А, жене слово! Добрый вечер. Хотел в первую очередь поблагодарить Олега Геннадьевича за то, что такая замечательная лекция. И как бы хочу сказать, что 20,5 года назад я познакомился с прекрасной девушкой, которая меня привела в клуб «Благость». И я в этом клубе, благодаря лекции Олега Геннадьевича, полностью поменял свое мировоззрение, достиг определенного уровня, то есть определенной благости. И сегодня наступил очередной этап в моей жизни, где я в первую очередь хочу пригласить сюда Екатерину. Екатерина. Ну а теперь, как всегда, песня, да? Спасибо. 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 . Спасибо. 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 , спасибо.